Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, третью на этой неделе, чем я как бы несколько компенсирую свое отсутствие в предыдущие дни. Тема, которая не была анонсирована в результате некоторых недопонимания, посвящена проблемам спроса в Европе. Вообще говоря, я уже много раз говорил о том, что кризис в современной экономике связан с падением частного спроса. Грубо говоря, что происходило? Денежные власти через банковскую систему начали выдавать людям кредиты, чтобы они больше употребляли и чтобы, соответственно, росла экономика. Однако имеется одна проблема, связанная с тем, что если вы дали человеку кредит на три года, то, конечно, в первый год, как только он получил кредит, он потратит больше, чем обычно. Но по итогам трех лет он потратит меньше, потому что он должен вернуть не только то, что получил, но еще и проценты по кредиту. То есть, иными словами, просто выдавая кредиты, вы не можете увеличить спрос на хоть сколько-нибудь длительное время. Для того, чтобы решить эту проблему, был придуман механизм рефинансирования кредита. То есть, если раньше человек для того, чтобы получить новый кредит, должен был сначала вернуть старый, то теперь схему изменили. Потребитель не должен возвращать старый кредит, он получает новый, больше, чем старый, и из этого нового гасит старый. При этом, в качестве гарантии того, что он кредит вернет, стали использовать залоги. То есть, иными словами, если вы взяли кредит под залог своей квартиры, то вам ничего не мешает взять еще один кредит под залог вашей машины. А другое дело, что если эта машина не растет в цене, а машина обычно в цене не растет, то в этом случае перерефинансировать этот кредит, заложив снова ту же самую машину, не получится. А вот с квартирами ситуация была другая. Квартиры росли в цене, и где-то в середине 2000-х годов, так в 2006-2007 годах, в Соединенных Штатах Америки, до 40-50% прироста потребительского спроса, это были деньги, которые граждане получали путем того, что они перезакладывали свои квартиры и получали дополнительные деньги, потому что цены на квартиры росли. Как понятно, следствием этого обстоятельства, достаточно грустного, является рост долга. Потому что, когда вы рефинансируете старый кредит, вы берете новый, который больше, чем предыдущий. Таким образом, доля долга у домохозяйства очень сильно выросла. Я не знаю европейские цифры, но по Соединенным Штатам Америки картина такая. Если до начала регономики, то есть вот этого механизма стимулирования спроса, доля долга в среднем домохозяйстве не превышала 60-65% его годового дохода, то сегодня на начало кризиса, то есть на осень 2008 года, это было уже 130%, даже с лишним. Сегодня около 120% от годового дохода. Я напомню, что именно при 120% госдолга от ВВП, а ВВП это добавленная стоимость, то есть фактически аналог дохода для государства, аналог дохода для домохозяйств, а при уровне 120% долга от ВВП начался долговой кризис в Греции и в Италии. То есть на самом деле это, видимо, критическая точка. И нужно понимать, что сегодня каждое американское домохозяйство – это маленькая Греция. А теперь еще один есть вопрос, который здесь нужно прояснить. Это, собственно, обычную экономическую вещь. Ведь люди же больше получать фактически не стали. Возникает вопрос, как же они стали больше потреблять? Экономика стала больше, а за счет чего? На что рассчитывают те люди, которые все это производят? Какие деньги они закладывают в свои доходы? И здесь ответ очень простой. Дело в том, что любая экономика съедает доходы конечных употребителей, то есть домохозяйств, на какой-то срок вперед. Условно говоря, пользуясь кредитом, вы можете, например, сегодня съесть доходы домохозяйства, скажем, в среднем на два с половиной года вперед. И тогда, если вы ничего не делаете, не принимаете никаких мер, например, больше не кредитуете, то на протяжении двух с половиной лет домохозяйства будут только возвращать, соответственно, взятые ранее кредиты, и ничего особо нового покупать не будут. Разумеется, в полном объеме это невозможно, потому что нужно есть, нужно пить, нужно одеваться. Но, в общем и целом, есть некоторый срок, на который вперед проедаются все доходы. Так вот, вся вот эта вот схема с ускоренным кредитованием, она привела к тому, что домохозяйства закладывали все больше и больше свои доходы, все больше и больше в будущее, в будущее, в будущее. И это создало достаточно неприятную ситуацию, уж как только стало понятно, что роста больше нету, то возник немедленный вопрос, а как домохозяйство будут возвращать взятые кредиты? При этом это относится не только к домохозяйству, но и к государству. Долговой кризис в Европе носит абсолютно такой же по механизму характер. Вот это ситуация, в которой мы сегодня находимся. И, как следствие, если мы перестали выдавать новые кредиты, а банки больше не могут выдавать новые кредиты, потому что схема рефинансирования требует, чтобы стоимость кредита все время падала, а она упала до нуля фактически, то в этой ситуации домохозяйства должны сделать явный крен в отдачу взятых ранее кредитов, а, соответственно, покупать что-то новое, что в кредит, что за наличный расчет они уже не могут, потому что денег нет. И вот ключевым моментом современной жизни должно быть просто видимое невооруженным глазом падение спроса. И это падение действительно имеет место, причем видимое невооруженным глазом, о чем я, соответственно, и буду рассказывать после перерыва. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, продолжаем наши рассуждения. Значит, для начала отметим Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки расходная часть бюджета за время президентства Обамы выросла на триллион долларов, и все эти деньги пошли на фактически социальные программы, то есть наиболее бедным гражданам, поддерживая их спрос, естественно. При этом общий спрос Соединенных Штатов Америки за это время, ну, по официальным данным, не упал, но, в общем, и не вырос. Вот, если смотреть на реальные цифры, то, скорее всего, упал, но драться за пиксели мы не будем, будем считать, что он не изменился. То есть, иными словами, гражданам дали лишний триллион, и это позволило не уменьшить спрос. А если бы этот триллион бы не дали, что бы было? Триллион при ВВП США 14, это где-то 7% ВВП. То есть, иными словами, за время президентства Обамы естественный частный спрос упал как минимум на 7%, который был поддержан. Это четкая, понятная, ярко выраженная цифра, которая говорит о том, как все на самом деле нехорошо. Ну, если учесть, что все это, ну, как бы, Обама под президент, будем считать, 3 года, то это получается где-то 2,5% в год. Это очень серьезный спад, причем, что характерно, он продолжается. А что в Европе? Европейская ассоциация производителей опубликовала данные по регистрации новых автомобилей в Евросоюзе. Понятно, что эта цифра более надежная, чем продажи, потому что продаваться могут машины и не гражданам Евросоюза, которые их будут вывозить. Так вот, регистрация в целом 10,8% падения в сентябре 12-го к сентябрю 11-го года или же 7,6% за 9 месяцев 12-го года. При этом особо отличились Италия, падение минус 25,7%, Португалия минус 30,9%, Испания минус 36,8%, Греция минус 48,5%. Вот это вот масштаб, масштаб, который показывает, что граждане, в общем, отдают себе отчет в том, что тяжелые времена пришли надолго и категорически не желают совершать рискованные покупки в ситуации, когда у них падают доходы. То есть, иными словами, мы видим четкое совершенно подтверждение теории кризиса, который утверждает, что основной движущий механизм – это падение спроса. При этом нужно понимать, что падение спроса на автомобили – это очень сильный удар по всей экономике, потому что производство автомобилей очень диверсифицированное, там очень много разного рода заводов, которые производят разные комплектующие, и фактически каждый автомобиль очень сильно мультиплицирует экономику. Вот есть производства, которые совершенно не мультиплицируют. Ну, например, в России торговля, она практически не дает эффект в ВВП, за исключением чистой прибыли торговцев, потому что граждане получают из бюджета деньги и покупают импортные товары. То есть, в результате внутреннее производство не задействуется. А для производства автомобилей в Евросоюзе там колоссальное совершенно количество смежников, и все они создают добавленную стоимость, и все они обеспечивают рабочие места, улучшение уровня жизни и т.д. и т.п. И в этом смысле цифры, конечно, выглядят абсолютно катастрофически. 10%, еще раз повторю, даже практически 11 с сентября 2012 к сентябрю 2011 года. Это очень много, и это очень страшно. Если эти цифры более-менее соответствуют реальности, то они плюс к этому говорят следующее. К разумеется, падение продаж автомобилей отстает от падения ВВП. То есть, никто не предполагает, что падение ВВП Греции составит 48%, а Португалии 31%. Это означает, что начинает принципиально меняться структура спроса. То есть, граждане, у которых падают доходы, начинают очень сильно менять тот приоритет покупок, который у них есть. Вот у них есть одна машина на семью, отлично. Вот она ездит, ни о чем другом больше речи не идет. А покупать будем что? Покупать будем еду, может быть, одежду, причем самую дешевую, может быть, китайскую. Ну и, соответственно, это же принципиально меняет и структуру торговли, и структуру маркетинга, и, соответственно, структуру производства. Вот основная проблема этого кризиса с точки зрения производителя состоит даже не в том, что спрос падает. Ну хорошо, ну падает и падает. Да, у меня было три завода, я один закрыл, осталось два. А проблема состоит в том, что падение спроса, которое видно, хотя его не всегда можно увидеть в официальных цифрах, поскольку власти очень не любят демонстрировать ухудшение ситуации, они требуют оптимизма, но, тем не менее, оно еще происходит неравномерно. То есть, условно говоря, были два абсолютно одинаковых по содержанию заводов, которые производили близкие по духу товары. Спрос упал, и, казалось бы, эти заводы должны просесть одинаково. А нет, один из этих заводов падает на 5% в объеме производства, а другой на 35%. И никаких оснований для того, чтобы делать прогноз, как именно будет происходить падение, на самом деле нет. А потому что экономические теории современные, разработанные, они вообще не предполагают существенного спада. Как известно, экономиксисты, которые сегодня правят балл в экономической теории, в принципе, не допускают структурных спадов. У них такого понятия нет. Но это еще не все. Но это еще не все. Есть еще одна тонкость. Дело в том, что идет же достаточно долгосрочное кредитование. Ну, грубо говоря, банк выдает кредитную линию, условно говоря, на 5 лет, на 8. В предположении, что это производство, ну или там эта компания, которую он выдает, как-то привязана к макроэкономическим цифрам. Ну, условно говоря, как там в России сказано, инфляция 6%. Вот из этих 6% все и исходят. Но если спад может быть больше, чем эти 6%, или 8, или 10, а если меняются структурные пропорции, и никто не знает как, то для банка это появление риска дополнительно. Потому что вы дали кредит предприятию, да, вы понимаете, что у него будет объем продаж падать, ну, предположим, на 10%. Вы ему выдаете кредит, исходя из того, что он должен производить в течение будущих 3 лет на 10% меньше, чем за предыдущие несколько лет. Однако оно неожиданно падает на 30%. Дело тут даже не в том, что тем самым деньги, которые ему дали, ушли в пустоту, поскольку мощности недозагружены, но еще и в том, что вернуть эти кредиты он не может, потому что нет по продаже. А увеличение рисков – это увеличение стоимости кредита. То есть, на самом деле, несмотря на спад, реальный кредит, его стоимость растет, потому что растут риски. И вот что делать с этими рисками – непонятно. А предприятия в условиях спада, они по текущим-то процентным ставкам не очень могут взять деньги. А вот что делать с остальными – вообще непонятно. И вот, на самом деле, цифры, которые выходят, они очень четко показывают, что мы живем в крайне тяжелом положении, потому что вся мировая экономика, не только российская, вошла в полосу чрезвычайно высоких рисков и непредсказуемого изменения ситуации. Этого давно не было, к этому никто не готов, и, в общем, это, конечно, дополнительные неприятности.